Приветствую! Это Сэпиент и суровая индустриализация. В прошлой части мы вплотную подошли к геноциду редких перепончатокрылых. Ну а в этой продолжим подготовку и таки устроим этот самый геноцид. А кроме модно-клёвой квантовой брони нам бы ещё крайне не помешал нано-меч. Не знаю почему он нано, хотя для его изготовления требуются те же самые пластины из иридиевого композита. Но по сравнению с самой бронёй рецепт его изготовления уже не представляет из себя каких-то особых сложностей. Разве что мне таки придётся поставить ещё один Тир 3 Лазер Энгрейвер или 4. Так, 32 Тир 1, 128 Тир 2, 512, да, ещё один Тир 3 Лазер Энгрейвер с синенькой линзочкой. Готово. Линза синяя у нас делается из сапфира. Ну там обычным образом сначала пластинка, потом в лейсе вытачивается линза. Ну и засовываем сюда лопатроник кристалл. Так, и ничего... А, ну понятно, ничего не происходит, потому что поставить-то я поставил. Оу. Ух ты, гости пришли. Привет, чуваки! Как давно я вас не видел. Правда, отталкивает зараза сильно. Так, сейчас мы взлетаем. Взлетаем. Я сказал, летим вперёд на контроле. Опускаемся. И постреливаем. Откуда они тут, интересно знать? Да ещё такой скорострельный. Блин, не быть на мне брони. Он бы меня, наверное, запинал. Просто потому, что я не мог бы к нему подойти. Он слишком быстро отталкивает. Да ты задолбал, чувак. Да ну нифига ж себе. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Просто идеальный. Круче некуда. Круче не бывает. Где там ещё тот зомбик? А как ты внутри это оказался? Интересно знать, чувак. Кто тебя внутрь пустил? Ну давай, давай, иди сюда. Помахаемся с тобой. Эх, хлама всякая. О! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Стреляли. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. И что самое главное, пофигу. Вот абсолютно. Совсем. Ладно. Ну да. В общем, а тут-то дело было в том, что я забыл снять кавер с этого кабеля, и поэтому не поступает энергия в механизм, и поэтому он не работает. Сейчас я попытаюсь его аккуратненько снять вот с этой стороны. Да. Вот. Вот. Теперь все заработало. Отлично. И сейчас рецепт этого дела. МЕ-шки благополучно скормим. И, собственно говоря, это, пожалуй, все, что нам необходимо для того, чтобы собрать нано. Так, как она там называлась-то у нас лопатрон, что-то там. Вот. Три штуки у нас получается на выходе из одного лопатроник-кристалла. Так, 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 так. Ну, ладно. Все прочее мы уже делали. На всем остальном останавливаться смысла я не вижу. Ну, кроме разве что Energy Flow Circuit. Это новый рецепт, который нужно запихнуть в tier 3 ассемблер. Соответственно, вот все его компоненты. Один экземпляр нам придется сделать ручками. А вот все прочее мы уже будем делать... Так, как это там называются? А, Energy Flow. Точно-точно. Flow. Вот. А все прочее система будет делать мне автоматически. Что однозначно здорово. Ой. Тыньк. Тыньк. Ну, а дальше все это дело можно заказать. Значит, мне нужен еще один Energy Flow. Так. Мне нужен один лопатроник-кристалл. Мне нужна парочка иридиевых. Композитов. И парочка платиновых пластин. Ну, а дальше осталось дождаться, пока все это дело покрафтится. Кстати говоря, я не помню, упоминал или нет. У меня тут добавилось некоторое количество дополнительных крафтинг-процессоров. Потому что довольно много прикрафта и довольно много из них бывало занято. И вот тех вот трех и плюс тех двух, что в мастерской, мне не хватало. А теперь их здесь еще дополнительно девять штук. И этого, я подозреваю, хватит уже точно при любом раскладе, чтобы я там не заказал, в каких бы объемах это не было. Вон, сейчас занято. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. И это не предел. Но теперь у меня их получается девять там. И тут еще пять четырнадцать. Так что это всего лишь половина. Ну вот, и убер-намасабелька готова. Это лучшее милишное оружие в игре. Скажем так. Сейчас мы такое подзарядим слегка. А, я видимо вишу в небе. Да. Так, очень бодренько зарядилось. Как оно работает? Так, само по себе оно, кажется, наносит очень немного урона. Вот если ее активировать, правой кнопочкой, она начинает светиться, кушать энергию, и урона наносит уже очень много. Сейчас у нас как раз ночь. Можем пойти испытать на ком-нибудь, если найдем на ком. Ну, вон, например, скелет в броне. Давайте сравним, например, с бензопилой. Значит, бензопила наносит ему за один удар сколько урона? Ну, где-то два с половиной сердечка отнимает. Наносабля ему же. Так, господи, пауки отвяньте. Ну, паука ваншотит. Я не хочу падать. Зомбик. Зомбика почти ваншотит. Скелетов всяко разных там. Оставляет полсердечка. Криперов тоже оставляет полсердечка. Блин, я вроде бы отключал моб-грифинг. Ну да ладно, фиг с ним. Тут уже рельеф изуродован и так дальше некуда. Всяких вот таких вот чуваков убивают с двух ударов. Ну ладно. Пофиг мне на вас. Да, тут я, кажется, должен, наверное, был загораться или что-то еще. А вот выбивание из рук оружия это не совсем приятная штука. Ну ладно. Воевать с этими ребятами не очень интересно. На самом деле, этот меч нужен, ну, в общем-то, на самом деле. Основная его функция это быстро резать птеродактиля одного. Древнего. Это, скажем так, лучшее оружие ближнего боя. Но, кроме того, нам еще пригодится оружие дальнего боя какое-либо. Лук со стрелами не самое лучшее, что может быть. Далеко не предел мечтаний. И поэтому крайне нелишким будет собрать Маттер Кэнон из Эплэйт Энержистик. Рецепт достаточно несложный. Единственное, только для того, чтобы снарядить ее боеприпасами, потребуется собрать еще один МЕ Чест. Потому что МЕ-шка воспринимает ее как ячейку хранения, что ли. Ну что ж. Берем Маттер Кэнон, берем МЕ Чест, берем свинцовых наггетов побольше. Получаются они путем простой прожарки свинцовых слитков в печке. Подставляем этот Чест куда-нибудь сугубо временно. Доступ к нему нужен с двух граней. Соответственно, сюда подкладываем. Так, давайте приоритет зададим пониже, чтобы сюда руками ничего не размещалось. Подкладываем Маттер Кэнон. Ручками кладем в него наггеты. Проверяем, что они сюда действительно легли. 16 штук, 1 байт. Закидываем все остальное. Получаем... 154... Получаем 1000 патронов, в общем. Смотрим, какие там еще есть наггеты. А, ну да, он, к сожалению, их считает... Так, давайте на вот приоритет повыше поставим. Вот так вот. Чтобы наггеты попадали именно сюда. Ну, дальше можно поступить каким образом? Отсюда забрать Маттер Кэнон. Из системы наггеты все извлечь, чтобы туда нагрузились. Потом положить его обратно. И закинуть сюда же. Чтобы они точно оказались там, где надо. Кажется, все, больше у меня их и не производится. Ну и все, дальше его можно забрать. Это дело, соответственно, демонтировать. Больше, скорее всего, нам не понадобится. Так, как ты снимаешься-то? Ага, ну, все проще. Все гораздо существенно проще. Ну, и его, разумеется, нужно зарядить, как обычно, на чарчпэде. И это будет нам оружием дальнего боя. Наггеты, в отличие от стрел, летят по прямой. Летят довольно далеко. Единственный, как бы, плюс-минус, в общем, особенность. Они повреждают, наносят повреждения рельефу. То есть, повреждают объекты, блоки. Поэтому ни в коем случае не стрелять где-нибудь рядом с какими-нибудь ценными, важными постройками. Так, что еще нам может с собой пригодиться? Еще нам с собой, ну, в любом случае пригодятся... Четыре нет. Там их нужно всего, кажется, двенадцать. Одна была, одиннадцать. Четыре у меня есть. Еще, получается, шесть штук. Еще семь штук. Так, вот. Оу, Блейз Паудера не хватает. А, ну, ну да, немножко не хватает. Какой там у нас лучший способ получения Блейз Паудера из Блейз Родов? Так, по три. Так, в центрифуге даже не рассматриваем. А, нет. Рок Крашер тут гарантированно только две. Ну, видимо, значит, Массератор. Самое то. Так, сколько мне их потребуется? Давайте штучки три, например, перемелем. Я надеюсь, этого хватит. Хватило. Одиннадцать штук есть. Дальше нам потребуется с собой обыкновенный поршень. Обыкновенный рычаг к нему. Ну, и какое-нибудь количество каких-нибудь... Какой-нибудь коблы. Так, давай только не по алфавиту, а по количеству. Пусть будет этой, например. Так, еда есть. Это все есть. Все. Все, в принципе, готово. День, ночь нам... Ну, давайте еще зарядимся. А, нет, я заряжен по полной. Ну, почти. Почти. Почти по полной. Вот теперь совсем по полной. Ну, что ж. Выдвигаемся. Так, где-то там у меня была моя навигационная меточка. Вот здесь. Где-то были горы довольно высокие. Лишь бы сервак не упал от такой адской скорости перемещения. Нет, нет, вроде бы все норм. Вроде бы все норм. Сейчас, если только еще успеет прогрузить. Да, нет, все нормально, прогружает. Да, вот сюда вот мне нужно. Такс. Ну, что ж. Берем, значит... Ой. Ой. Эм. А, фу, глюк. Я думал... Я думал, задублировалось как-то. Берем, значит, эти самые эндерские глазки. И раскладываем их по вот этим вот фрагментам жулжилица. Как ты не вовремя. Может быть, даже этот спаунер уничтожить. Хотя. Вот. И между перед нами появляется портал в бездну. Можно, конечно, затаить дыхание. Можно нет. Но, в общем... Прыгаем. 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 И оказываемся в совершенно другом мире. Мире, который заканчивается. Еще не весь закончился, но заканчивается. Видимо, появились мы где-то в толще его. Кстати, он чем-то похож на сыр. Поэтому любимый шахтерский лазер нам крайне поможет отсюда выбраться. Приблизительно в эту сторону. Ну что ж. Что у нас тут? У нас тут огромный, висящий в бездне кусок сыра. На котором стоят обсидиановые штыри. На которых стоят непонятные конструкции. Подгорающие постоянно. И летает тот самый древний птеродактиль. С довольно милой улыбкой. Эти самые штуки его лечат. Поэтому прежде чем заниматься геноцидом птеродактиля, их хорошо бы вынести. Их, конечно, наверное, можно вынести в рукопашку, но они взрываются и довольно неприятно отталкивают. А поэтому берем мартерканон и играем в снайпера. Здесь все из обсидиана, бедрока и так далее. Поэтому их не стоит бояться повредить. Дракончик, отстань. Я еще тут не все вынес. Соответственно, пытаться с ним биться до тех пор, пока не все вот эти вот лечилки разрушены, ну, смысла достаточно мало. Они его очень неслабо лечат. Интересно, какая дальность этой штуки. Куда-нибудь сюда вот я добью, интересно знать, отсюда прям. Ну, например. Видимо, все-таки нет. Далековато. Да и ладно. Вроде бы все. Ну, по крайней мере, я больше... А, еще облака в которых... А, нет, вот еще. Вот еще. Он еще любит отталкивать. В общем, очень недружелюбный птеродактиль. И, на мой взгляд, устроить ему геноцид вполне заслуженно. В общем, заслужил он этого. Ну, что ж. А дальше берем наносаблю. Активируем наносаблю. И наблюдаем за тем, с какой скоростью у него будет уменьшаться здоровье. Единственное, только он слишком резко меняет высоту. А вот, кажется, один раз я в него попал. Вот еще раз, кажется, попал. Еще пару раз. Так, вот уже где-то четверти у него нету. Так. Благо, дело, в квантовой броне летаем мы быстрее, чем он. Единственное, только не очень удобно маневрировать. Именно менять высоту кнопок. Не то, чтобы кнопок не хватает, координации в руках не хватает на то, чтобы делать это с достаточной скоростью. Ну, в общем, как-то так все это дело и продолжается. А, кстати, он еще и уничтожает все блоки, сквозь которые пролетает, кроме обсидиана и эндстоуна. Поэтому количество облаков тут несколько уменьшилось, что, на мой взгляд, и неплохо, потому что нам они летать тоже немного мешают. Даже, пожалуй, я не буду ставить это на паузу, потому что лжить ему осталось приблизительно ударов пять. Ты бы еще высоту не менял, птичка. Не тормозил бы процесс. Всякий раз, когда он получает урон, он меняет направление, поэтому а-ля лететь за ним и калашматить получается не всегда. Последние штришки и... Так, господи. Ну и последний. Готов. Ну а все. Дальше типа анимация. Мич можно выключать. Он благополучно растворяется. В небытие. Набрасывает кучу мусора. Яйцо. Своего потомка. И портал обратно. Кстати говоря, здесь вот опыта понабросано где-то приблизительно уровней на 70. Будь у вас изначально ноль. Ну, у меня сейчас 67. Ну, давайте посмотрим, сколько будет, когда я все это дело соберу. Ну, 95. Не знаю, зачем мне столько, но тем не менее. Кстати, давайте испытаем наносаблю на эндерменах. Кажется, с трех ударов. Ну, тоже неплохо. Далее, дабы не слинять отсюда быстрее, чем планируем, можно заложить портал слегонца. Ну, оставим тут где-нибудь в одном месте. Ну, и разобраться с яйцом. Тут, собственно говоря, ничего особо сложного. Но его нельзя срубить руками. Его можно только сдвинуть поршнем. И тогда он выпадает как предмет. Поэтому устанавливаем поршень. Ставим рычажок. Или сзади ставим рычажок. Ну, или снизу ставим рычажок. Дергаем. И вот оно, яйцо дракона. Та-дам! Ну, это как бы основная задача, которую необходимо в этом мире выполнить. Основная цель, за которой сюда стоило слетать. Цель некоторая побочная дополнительная. Висит в небе. Ну, кроме, конечно, эндермена, в которых тут толпы. А цель это, например, вот. Это ни много ни мало. Жила Иридия. Шелдонит, палладий, иидий. Которая просто висит просто в небе. Да, может быть, не супер большая, но, тем не менее. Единственное, только прежде чем ее скапывать, необходимо выложить площадку из чего-нибудь, чтобы, собственно говоря, не потерять полезный ресурс. То есть, после попадания в энд и зачистки геноцида птеродактиля. Надобность в репликации Иридия и, может быть, Осмия, скорее всего, отпадает насовсем. Потому что здесь таких жил довольно много. А учитывая, что кроме вот этого вот, пусть и достаточно большого, но все же одинокого острова в бездне, здесь больше других никаких объектов нет. То находить такие вот висящие в... Тих-тих-тих, не падаем в той же самой бездне жилы, никаких особых проблем не составляет. Ну, еще вот эндерпчелы, эндеркриперы и некоторые прочие руды тоже в энде спаунятся. Это, например, лазурит. Зачем бы он мне был нужен, я не знаю. Наверное, незачем. Очень странные облака из натуры, через которые нельзя пролететь. Ну, да ладно. Ну, что ж. Пожалуй, можно линять отсюда. Тут сейчас будут титры. Кому интересно, можете самостоятельно вальнуть дракончика и почитать. А мы их пропустим. И окажемся снова в привычном мире, рядом с последней кроватью, на которой мы спали. Ну, что ж. Ценный артефакт получен. Окей, хорошо, здорово. Плюс туда можно сгонять иридия накопать, например, если закончится тот, который есть сейчас уже у меня. И это, наверное, тоже вполне годное занятие. Но, на самом деле, на самом деле, основная, скажем так, ценность этого похода... Это мне, скорее всего, никак применить же не удастся, да? Да, скорее всего. Да и ладно. Не очень-то и хотелось. Основная ценность это само яйцо. И суть в том, что... Как он там у нас назывался-то? Мэджик Энерджи, то ли Конвертер, то ли Абсорбер... Сейчас уточним. Всё-таки Абсорбер позволяет вырабатывать электроэнергию при помощи яйца дракона. При этом яйцо является безлимитным, нескончаемым, но единичным источником этой самой энергии. Количество энергии зависит от тира этого самого Абсорбера, ну и некоторой его эффективности. Они, соответственно, представлены в четырёх тирах. На 32 вольта, на 128, 512 и на 2 киловольта. И всё было бы хорошо и здорово. И мы бы сейчас получили 2 киловольта на постоянку, на халяву из яйца дракона. Но для его изготовления необходима пара пластинок нейтрониума. А нейтрониум это такой материал, который можно получить только при помощи фузионки. Причём Тир-3 фузионки. Причём очень медленно, сложно и дорого. Поэтому снова включаем губкозакатывательную машинку и смотрим на что-нибудь попроще. Абсорбер на пол киловольта требует Европиума. А он, насколько мне известно, является, по-моему, скажем так, материалом, производимым, кажется, в... Только, наверное, в виде жидкости его нужно смотреть. Так. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Так, вот он, Молтон Европиум. Да, он делается в фузионке... Тир какой? Ага. Из неодиума и водорода. Так. И это требует 24 киловольт. О! То есть тоже, кажется, Тир-2. Закатываем губки ещё дальше и понимаем, что всё, что нам на данный момент доступно, это всего лишь 128 вольт из яйца. И не больше. Ну, на самом деле, даже это тоже неплохо. Хотя, конечно, у меня, по-моему, сейчас чисто МЕ-шка ест больше. Где-то мой ключик-то был. Ключик, ключик, ключик. Так. Как он назывался-то? МЕ-что-то там. Навёл, понимаешь, порядок в мастерской. Где ключи лежат, не помню. Ага. Вот он. Нетворктул. Ну, так вот. МЕ-шка у меня сейчас ест... 200 вольт. Даже 210. И, в принципе, даже если я буду вырабатывать 128, ну, это будет не так уж много. Но, вместе с тем, если я поставлю их таким образом, чтобы у меня с него кормилась вот исключительно МЕ-шка, ну, точнее, чтобы она кормилась в первую очередь оттуда, то это будет, в общем-то, наверное, неплохо. Потому что она-то в любом случае эту энергию съедает. Ну, что ж. Давайте внимательно ещё раз вглядимся в рецепт, что у нас здесь. Фил-генератор МВ на ОСМИевых проводочках. Дата-стики. Ну, это, в принципе, ассемблер. Всего лишь Тир-2. Тут ничего такого интересного. Адепт Энерджи Конвертер. Здесь же, кстати говоря... Ох. На который нужен бикон. М-м-м... Хм. Интересно, бикон там всё нужен, да? Да, кажется, без геноцида Визера пользы нам от яйца дракона ровным счётом никакой. Разве что поставить на полочку и любоваться. Ну, в таком случае, пожалуй, геноцидом Визера всё-таки займёмся мы в следующий раз. А пока что у меня на этом всё. Надеюсь, это было интересно. С вами был Сэппиент. Всего доброго. И до новых встреч.